Две с половиной недели осталось до начала учебного года. За парты сядут более 1600 новоренгойских малышей. Те, для кого школьный звонок прозвенит впервые. К этому событию и дети, и родители готовятся заранее. Покупают форму, обувь, констовары. В основном пик продаж приходится на выходные дни. Так затратное ли это дело собрать ребенка в школу? Подробности в нашем следующем сюжете. С ластиком есть твердо-мягкие? Да, сейчас нам покажут. Вот они все твердо-мягкие. Эти только мягкие. Тетради, ручки, карандаши, линейки. Подготовка к первому классу идет строго по списку. Правда, для Ирины Ершовой, мамы четверых детей, это уже не в диковинку. В этом году ее младшая дочь София отправляется в увлекательное путешествие в страну знаний. Так, что у нас еще? Рюкзак. Рюкзак мы с тобой купили. Пенал тоже. Так, идем за клеем и за пластилином. Вон туда, вперед. За любое путешествие надо платить. Это тоже не исключение. Например, набор цветных карандашей в среднем стоит 350 рублей. Шариковая ручка от 9 до 150, тетрадь на 12 листов 5 рублей 50 копеек. За папку для уроков труда придется отдать около 200 рублей. За пенал от 100 до 800 рублей. А еще всю канцелярию надо сложить в рюкзак. Его средняя цена 3-4 тысячи. Так у нас особо народ приходит, начиная с вечера пятницы. Естественно, это суббота, воскресенье. Большим спросом пользуются канцелярские товары. В первую очередь покупают ранец, дневники, ручки, тетрадки. Ну и в общем можно ребенка собрать. Средний чек на одного ребенка где-то 10-15 тысяч. И это не считая школьной формы. Минимальный набор для мальчика. Это белая рубашка, брюки и жилет обойдется в 5 тысяч. И для девочки комплекты выйдут дороже. Например, блузы стоят от 1200 до 2500 тысяч. Сарафан – 2000 рублей. А еще нужен спортивный костюм, обувь. Мне с мамой нравится ходить по магазинам, потому что мы покупаем все новое для школы. Для меня это праздник. Я пойду в новой красивой одежде и с новыми бантиками. И если раньше семья считалась многодетной, и к этому празднику на каждого школьника была положена материальная помощь в размере 3000 рублей, то теперь в связи с тем, что две старшие дочери стали совершеннолетними, выплаты прекратились. К слову, в этом году на Ямале эта поддержка составила 3489 рублей. Ее получили 1560 школьников. У дочери сейчас мы собрали минимальный комплект для первоклашки. Это то, что по списку нам сказали приобрести в школе. И чек у нас вышел на 2500. Ну, конечно, у кого какой бюджет. Я думаю, что это не очень дешево, потому что тут минимум. Тут нет еще и обложек, и ручки только две, поэтому накладно. В первый класс мы собирались на земле. Одежду в основном покупали там. Мы покупали сарафан, юбка, брюки, колготки, блузки. Блузок несколько штук, потому что они белые, они быстро изнашиваются. Ну, в общем, все вместе с обувью нам обошлось в 20 тысяч. И это только на первоклашку. Хотя в семье есть еще один школьник, а значит, расходы удваиваются. Конечно, собрать ребенка в школу – дело затратное, но необходимое. Поддержать родителей решил творческий коллектив телерадиокомпании «Импульс» совместно с цветочным магазином «Эдельвейс.Нур». В нашей официальной сети «Одноклассники» запущена акция «Букет для первоклашки». Главный приз – сертификат на 3000 рублей. Я думаю, это будет замечательным подарком как для родителей. Ну, сохранение семейного бюджета все-таки такая важная составляющая, тем более накануне 1 сентября. Для победы необходимо быть официальным подписчиком нашей группы в «Одноклассниках», а также сделать репост записи о конкурсе. Победители будут объявлены 29 августа. 1 сентября в уренгойские школы примут без малого 15 тысяч учеников. Из них более 1600 пойдут в первый класс. Так что шанс одержать победу есть у всех. Кроме того, мы разыграем и несколько комплектов бантов. Анастасия Волкова, Андрей Мальцев, служба новостей «Импульс». Игорь Мальцев, служба новостей «Импульс»